Добрый день, в эфире Вести Ульяновского региона, в студии Антон Никитин. Смотрите выпуски. 50 тонн разлившейся нефти и 126 пострадавших. Что произошло рядом с центральным ЖД вокзалом, расскажем в выпуске. Своевременный ремонт – залог долгой службы покрытия. На президентском мосту проходят восстановительные работы. От теории к практике. Бешками прошел след-семинар для представителей школьных лесничеств. Сегодня около шести утра в Центр управления кризисными ситуациями регионального МЧС поступила информация. При подходе к станции Ульяновск-Центральной грузового состава произошел сход локомотива и шести железнодорожных цистерн, перевозивших сырую нефть. Так в Ульяновске начались всероссийские учения Министерства чрезвычайных ситуаций. По легенде учения, при опрокидывании цистерны столкнулись с проходящим в противоположном направлении пассажирским поездом. При крушении поездов две цистерны разгребатизировались и около 50 тонн нефти разлилось. Также было повреждено железнодорожное полотно, две опоры контактной сети и пассажирские вагоны. По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили 126 человек пассажирского поезда. Прибывшие спасатели начали эвакуацию. В результате короткого замыкания произошло возгорание одной из цистерн. Движение железнодорожного транспорта было приостановлено. На место ЧАЭС прибыл пожарный поезд. В состав пожарного поезда входит вагон-насосная станция и две цистерны водохранилища. Две стационарные пожарные установки предназначены для подачи воды к месту пожара. Кроме воды, в пожарном поезде есть необходимый запас огнетушащих средств. Сегодня для тушения использовались ствол курга и два ствола для создания водяной завесы. Ствол курга предназначен для тушения горючих веществ. То есть воздушная пена обволакивает огонь и дает распространение и ликвидации тушения пожара. А водяная завеса создается для того, чтобы личный состав принимал участие для тушения пожаров. На него не воздействует цепловое воздействие. В район ЧАЭС были стянуты силы и средства Главного управления МЧС России по Ульяновской области и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧАЭС. Всего около 200 человек и 46 единиц техники. До этого такие учения проводились у нас в 2013 году. Масштаб немножко был меньше, поскольку сейчас уже и техника по новее получилась, и силы и средства, и уже личный состав более обученный. После происшествия на место прибыл восстановительный поезд станции «Ульяновск-Центральный». Был развернут комплекс технических средств. Железнодорожный кран, трактор, комплект гидравлического оборудования и переносная осветительная башня. Четко в установленные сроки работники восстановительного поезда оперативно подняли и установили на рельсы сошедшие грузовые вагоны. Движение было восстановлено. Мария Пугачева, Денис Миронов, Вести Ульяновск. За форсирование «Волги», почетные грамоты и очередные воинские звания. Ульяновских военных наградили за доблесть и разумную инициативу. Сегодня подвели итоги масштабной операции на Волжском берегу. Напомню, специальные учения материально-технического обеспечения вооруженных сил страны прошли на территории Сенгелеевского района. Недалеко от села Кривуши на обоих берегах Волги развернули складскую инфраструктуру, организовали погрузку и перевозку техники и материальных средств речными паромами. Для этого в области мобилизовали около 500 человек. Поставленную задачу личному составу мы выполнили в полном объеме. Выполняли стрельбы. Самое главное, не было дисциплинарных нарушений. То есть не было травматизма. Все люди придут здоровыми, хорошими. Эти масштабные учения прошли в преддверии больших маневров. Центр 2015. Практически параллельно в шести субъектах страны. Слаженность действия отработали 9 тысяч человек личного состава и порядка 3000 единиц техники. В Ульяновске полным ходом идет обновление президентского моста. Напомним, автомобильное движение по нему открыли в ноябре 2009 года. За пять с лишним лет эксплуатации покрытие несколько износилось. Сейчас здесь проходит его восстановление методом поверхностной отработки. За счет использования новых технологий удается значительно сэкономить расходы как на материалах, так и на самих работах. При этом качество сохраняется на должном уровне. Гарантийный срок – 4 года. У нас мостовой переход имеет очень крутой подъем. И для обеспечения сцепления качества автомобилей с покрытием, то есть, чтобы в зимний период машины могли беспрепятственно подниматься. То есть, обеспечивает сцепление, очень хорошо влияет на долговечность покрытия. Приступили к работам на прошлой неделе. Суммарно будет отремонтировано 5 километров, 825 метров самого моста и около 2 километров подходных путей на правом берегу. Планируется, что работы будут полностью завершены к 5 сентября. Промышленность региона набирает обороты. О градообразующих предприятиях наш следующий материал. Если рассматривать заводы по отдельности, то порой процент отгруженной продукции значительно выше. Яркий пример – наше градообразующее предприятие «Авиастар». Рост 440% в сравнении с прошлым годом. Такие показатели находят свое отражение и на зарплате сотрудников. Таким образом, в регионе выполняется поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по увеличению количества созданных высокооплачиваемых высокотехнологичных рабочих мест. Мы в большинстве своем восстановили ту советскую промышленность, которую чуть не потеряли. Сегодня мы имеем замечательно работающих предприятиях. Растет заработная плата на многих градообразующих предприятиях. На механическом заводе рост заработная плата 113%, на автосвет 106%, на солерсе 136%, на авиастаре 110%, на УАЗе 121%, на патронном заводе 112%, на учете 111%. УТИОС – также ведущее предприятие аэрокосмической отрасли. Гордость авиакластера, создаваемого в регионе благодаря усилиям президента Путина и губернатора Морозова. Здесь производится самая различная продукция – от авионики и ультразвуковых ингаляторов до комплектующих для автопрома и товаров народного потребления. По информации регионального управления промышленности, за первые 6 месяцев объем отгруженных товаров на 6% выше, чем в прошлом году, в то время как отчисления выросли уже на 20%. На заводе помнят не только про цифры. Не забывают и о людях, которые там трудятся. Кадры какие-то мы теряем, но мы стараемся все-таки уникальных специалистов, специалистов высокого класса, держать. Мы их заинтересовываем, у нас есть масса внутренних программ по поддержке наших специалистов. Ну и хочу сказать, что коллектив у нас стабильный. На территории Ульяновска находится и лизер по производству дорожных и мостовых ограждений, КТЦ – металлоконструкция. Здесь в три смены работают 560 специалистов. Такой режим работы дает свои плоды. Но это не все. У компании есть еще 9 филиалов в России и 12 в странах СНГ и Европы. Получается так, что заказов пока больше, чем мы можем произвести. То есть как цикл им получается. То сначала заказов много не успеваем, потом производство подтягиваем, уже заказов маловато. И вот такой баланс мы каждый год выравниваем. Но в этот год, к счастью, у нас нет вопроса по заказам. Сейчас единственная задача – качественно много выпускать в срок необходимого количества продукции. Такое положение дел устраивает не только руководство предприятия, но и рядовых сотрудников. С ростом числа заказов растет и заработная плата. В этом году она несколько увеличилась и составила у резчиков 45 тысяч в месяц, у сварщиков – 65. Работа стабильная, зарплата стабильная. Я думаю, что по зарплате для нашего города лучше не найти. Все меня достаточно устраивает. Я бы хотел продолжать работу на этом производстве. Благодаря увеличению количества предприятий на территории области, нашему региону удалось войти в тройку лидеров Приволжского федерального округа по социально-экономическому развитию. Антон Никитин, Вести, Ульяновск. Ульяновских водителей предупредили об осторожности на дорогах. Сделали это сотрудники ГИБДД вместе с детьми. Воспитанники клуба «Симберцит» раздавали на улице Рябикова буклеты автовладельцам. В них призыв к осмотрительности на трассах. Водители с пониманием отнеслись к детскому обращению. Что нужно уступать дорогу детям и всем людям, которые переходят по пешеходному переходу. Я всегда за этими вещами очень внимательно наблюдаю. Особенно на нерегулируемых пешеходных переходах, вблизи тем более школ. Это как в априори. Акцию провели в преддверии нового учебного года. Дети, несмотря на каникулы, быстро откликнулись на призыв организаторов. Юные автоинспекторы подготовили плакаты. Ребят поддержали сотрудники ГИБДД. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и осторожны вблизи пешеходных переходов и общеобразовательных учреждений. Уважаемые родители, позаботитесь о безопасности ваших детей на проезжей части. Напомните юным участникам дорожного движения основные правила поведения на проезжей части. Приучите ребенка с самого раннего возраста переходить в проезжую часть строго по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. Автоинспекторы обратили внимание на тревожную статистику. В этом году произошло около 70 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В ДТП погибло трое юных ульяновцев. 75 получили травмы различной степени тяжести. К 1 сентября страна готова. Накануне начала нового учебного года премьер-министр России Дмитрий Медведев провел селекторное совещание правительства с участием регионов. Оно было посвящено готовности системы образования к учебному процессу. В ходе совещания глава правительства констатировал, что большинство школ России готовы к новому учебному году. Есть оборудование, инвентарь, школьные автобусы, обеспечен доступ к интернету. В некоторых школах созданы условия для инклюзивного обучения. Закуплены учебники, сообщил он. Премьер подчеркнул, что правительство системно работает над совершенствованием сферы образования. В частности, по его словам, разработан проект программы по созданию новых мест в школах до 2025 года. Главная цель данной программы – создание 6,5 миллионов дополнительных мест в школах. При условии работы образовать учреждение в одну смену. Эта программа потребует очень немалых капитальных вложений. По предварительным оценкам, порядка 3 триллионов рублей, отметил Медведев. Театр начинается с вешалки, а поликлиника – с регистратуры. Сегодня в зале Министерства здравоохранения состоится награждение победителей профессионального конкурса. В течение нескольких месяцев пациенты анонимно заполняли анкеты, оценивали работу регистратур. Голосование проходило как на бумажном носителе, так и в электронной форме на сайте. В конкурсе участвовали более 900 граждан. В числе конкурсантов – Ульяновская областная клиническая больница. За каждым регистратором закреплены определенные районы. Пациент видит на информационном стенде, в какое окно им нужно подойти, оформляет документы и проходит на прием к врачу. Надо сказать, что мы первые из Ульяновской области и, наверное, по Российской Федерации участвовали в пилотном проекте электронной регистратуры. То есть все процессы в регистратуре у нас полностью автоматизированы. В холле поликлиники можно измерить давление и вес пациента. Это значительно сокращает время приема у врача. Участие в конкурсе принимала также регистратура женской консультации городской поликлиники номер один. Радушный прием, электронная запись и отсутствие очередей – залог профессиональной работы регистраторов. У нас запись, конечно, существует на две недели вперед. Это очень удобно для наших пациентов, потому что они сами выбирают себе день и время. Что хорошо, еще они могут записываться любыми способами, как мы говорим. Можно подойти сюда в регистратуру, по телефону нашей регистратуры, по телефону контактного центра нашего Минздрава. Бесплатная линия. Через интернет очень многие записываются. И, соответственно, внизу на первом этаже терминал стоит, где тоже люди записываются. Победителям регионального этапа конкурса вручат ценные подарки. А 1 октября этого года Минздрав России по итогам рассмотрения поступивших предложений от регионов и проведения соответствующего анализа определит всероссийского победителя конкурса. В Ульяновской области состоялся областной след-семинар школьных лесничеств. В этом году его посвятили 17-летию Великой Победы. В Вишками собрались ребята 18 школьных лесничеств из семи районов области. Чему на этот раз учили юных лесоводов, об этом наш следующий репортаж. В местном ДК энтузиасты леса в прямом смысле этого слова. И для них очередной повод для встречи – настоящий праздник. Концерт в исполнении самих ребят превратило открытие слета в торжество. Песни и танцы. И вот, со сцены звучит напутствие тех, для кого лес – дело всей жизни. Дети, у меня к вам только одна большая польза. Сегодня как можно ближе познакомьтесь, потому что общение – это самое главное. Когда вы друг друга знаете, вы даже будучи в Ульяновской области, побывав в любом районе, скажете, а вот у меня здесь друг живет. А тем более в нашем лесном профессиональном узком, достаточно сообществе, но очень дружном. Это очень, это достаточно важно. Затем практика. Без нее в лесном хозяйстве нельзя. Как ухаживать за саженцами елей и когда нужно проводить осветляющие рубки, рассказывают профессионалы. Почему мы до этого их не делали, маленько тут заросло. Еля – она световыносливая порода. И если ее оголить сразу слишком много, она может попросту высохнуть. Сейчас, буквально на следующий год запланировано будет проводиться рубки-уходов. Они маленько осветлимы, и они у нас будут расти дальше и радовать нас. А это посадка в честь ушедших поколений. Пушистые сосенки высадили к 70-летию Великой Победы. Лучше всего для вахты памяти подходят дуб, ель и сосна, объяснили ребятам. Рекордсмен истории – кедр. Уже сколько поколений людей нас ушло, а он растет. Он еще до Петровские времена застал. И поэтому тем отраднее и значимее, когда мы сажаем деревья, для того, чтобы через сотни лет и перенося, передавая вот это само значение Великой Победы, чтобы то поколение понимало. Сами ребята, участники семинара, признаются – такие слеты не просто дарят им новых друзей со всей области. Большинство из них всерьез подумывает о том, чтобы в дальнейшем применять полученные знания на практике. Я вот сейчас иду в 9 класс, я вот после 11 класса собираюсь поступаться на биологический факультет, чтобы потом работать в городе Ульяновске, в Юнатке. Поднять школьное лесничество на качественно новый уровень – такую цель ставят перед собой организаторы движения. В регионе разрабатывается концепция экологического развития области, и юным лесоводам предстоит в скором времени реализовывать ее на практике. А потому на будущий год в Министерстве сельского и лесного хозяйства пообещали провести слет в виде палаточного лагеря прямо в лесу, поближе к природе. Денис Набок и Елена Гончарова, Вести Ульяновск. На этом у нас все новости к этому часу. Далее информация о погоде. В следующий раз мы выйдем в эфир в 17 часов 10 минут. Ну а я желаю вам всего самого доброго. Сейчас в Ульяновске плюс 25 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 36%. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok